Доброе утро, ребятушки! Верная на проводе. Потом закипячу. Собираюсь на работу. Кашку себе сварила. Решила вас ознакомить с последними новостями. Вчера было 15 января. И вчера от Генуи до Неаполя. От Рима до Нилана. Вы знаете, что пронеслись опять в манифестации. Пусть пока кашка стынет. Падайте на диванчик. Черный шнурочек сегодня. Так будем выглядеть худее и стройнее. Так вот, что же вчера произошло в Италии? Ребята, я думаю, что произошел тут знаменательный день, когда начнется немножко ситуация меняться в лучшую сторону. Ну, это я, понимаете, я говорю со своих соображений, поэтому сразу простите меня, кому что не так. Я полный аббайты. Мне все равно. Хотя мне не все равно. Вот. И тем не менее. Вчера на одной из манифестаций присутствовал Лук Монтанье, Нобелевская премия 2008 года. Так вот, из его слов, это не из моих слов, это из его слов, человечество спасет кто? Те, которые остались без уколов. Безукольные люди. Он занимает полностью позицию этих, которые без уколов, и приходится подбирать слова, иначе видео попадет сразу непонятно куда. Вот. Так что стоит теперь призадуматься. Почему стоит призадуматься? Ну, я уже давно задумалась, потому как, вы же понимаете, у меня начальник китаец, да? Вот у нас такая ситуация. Возьмем нашу работу. У нас на работе, да? Все привитые. У Стефании заболела вся семья, и она сидит на карантине. Семья привитых. Буквально все. Мама уже сделала третью привитку. Вот. С нее, кстати, и началось. Я, конечно, жду, что Стефания выйдет на работу, и мне не придется ее заменять. Но все может быть. Так вот. Когда у вас есть зеленый пропуск, оказывается, когда вы заболели, он не поменял свой цвет на красный. Так вот, я своего начальника китайца спрашиваю, ну, как такое может быть? У тебя зеленый пропуск. Ты должен сидеть дома. Либо ты болеешь, либо болеет семья. Ты должен закрыться и сидеть на самоизоляции, да? Назовем это так. Вы думаете, люди этого придерживаются? Нет, конечно. Вы думаете, есть проверки? Нет, конечно. Вы думаете, зеленый пропуск стал красным, как красная лампочка светофора? Нет, конечно. Понимаете? Поэтому те люди, которые болеют. Допустим, человек живет один. Кто ему принесет те же продукты? Он обязан выйти. У него есть зеленый пропуск. Он может пойти где-то покушать. Это я говорю о своем соседе Луиджино. Что случилось, пока меня не было, пока я в Украине была? Хотите в Украине? Мне проще сказать на Украине. Как хотите. Вот. Я прихожу, приношу ему вино. Смотрю, у него на столе стоит мед. Я говорю, ты же мед не ешь. Она говорит, так пока тебя не было, я тут заболел. Ну, гриб, говорит. Самый обычный гриб. Боль горли, ломота в костях и все такое прочее. Ну, и его ж дама сицилианка купила ему мед, сказала пить мед, Ну, конечно, это все потом прошло. Он принял какие-то жаропонижающие. У него там целая торба этих таблеток. Вот. Ребята, у него даже в мыслях не было пойти и сдать тест, заболел ли он. А это как раз был последний новомодный штамп. Это был как раз он. Боль в горле, ломотал в костях и в сопровождении температуры. Вот. Он это воспринял за гриб. Естественно, он пошел со своим зеленым паспортом. Днем он кушает там в каком-то ресторанчике. Он говорит, у меня до 21 февраля, ну, на 21 уже третья доза заказана. Поэтому он спокойно передвигается. Никто тебе красный крестик не поставил, понимаете? Он даже не додумался пойти его сделать. А может, он до сих пор еще болеет. Ну, я заходила к нему в маске. А у меня лицо было в крапинку. Поэтому, чтобы себя не показывать. Вот. Так что, вот такие вот дела. А вот мой начальник китайский говорит, если в Китае ты заболел и у тебя укол есть, то у тебя паспорт меняется с зеленого на красный. Ты сидишь дома, еду тебе привозят, ты звонишь своему доктору, и все там срабатывает. Наша система под это не подстроена. Не подстроена никак. То есть, ты заболевший, ты не заболевший. И кто-то мне говорит, ты не ври насчет прививок. Так у нас все с третьей прививкой, вот все оказались положительными. Почему-то. Вот у меня до сих пор вчера пришел Павлова на работу, я говорю, ну как ты? Он говорит, по вечерам температура. Говорит, я даже душ принять не могу. Я, говорит, настолько чувствую себя уставшим. Утром температуры нет, и он идет на работу, понимаете? Три дня после третьей. Как вы считаете? Он кого-то поражает в это время, когда приходит на работу? Я думаю, что да, потому что у нас половина терминала, нет людей на работе. Ну, это такое, знаете, дело. Кто верит, кто не верит, кто говорит, что действует, кто говорит, что не действует, но Монтане сказал, что это все фигня. Почему Верховный суд Америки запретил Байдену обязательную вакцинацию? Потому что тоже пришли к выводу, что это, ну, что с уколами болеют, и никак не легче. Это все зависит индивидуально от самого человека. Почему мой Борис и его жена заболели точно так же, как болеют остальные? А у них прививок нет. Два дня температура, поломила чуть-чуть, и сидят, пока у них не выйдет, что они не в плюсе, а в минусе. Сидят, ждут очередной мазок. Вот и все. Вот и весь вам пример. Да, есть люди, которые пострадали, да, есть люди умершие. Никто эту болезнь не отменял, и то, что она распространяется со скоростью звука, этого тоже никто не отменял. Но почему она распространяется с помощью звука? Потому что у всех зеленый паспорт. Поэтому, ребята, если верить нашей статистике, у нас более 90% в Италии с уколами, а болезнь идет своим четким-четким шагом, понимаете, болеют все. Это как? Это как назвать? Это какая статистика? Так вот, теперь последняя новость. Не буду вас долго задерживать. Вроде бы, вроде бы. А, давайте еще один случай расскажу, потому что это тоже очень случай интересный. И потом дойдем до последней новости. Так вот, у меня есть муж и жена, которым за 50. Ну, жена с прививками, все там нормально. Вот. А так как у нас вышла обязательная прививка к тем, кому за 50 якобы вышло, вот, то, естественно, она под своим строгим надзором повела своего мужа на прививочку. Только муж взял эти бумаги, где ты расписываешься, что ты соглашаешься со всем и что ты берешь на себя ответственность за то, что случится после, если что-то случится. Он вместо того, что там написано, он написал, в связи с тем, что вышел закон об обязательной вакцинации, я снимаю с себя ответственность данной подписи. Делайте. то есть ответственность переложил на кого? На государство. Что вы думаете, случилось? Во-первых, его не стали делать прививку, а он настаивал, делайте мне прививку с такой вот бумагой. Вызвали карабинеров, ребята, вызвали карабинеров и отправили этого человека домой. Что будет дальше, я не знаю. А вот теперь последняя новость. Вроде бы, как вот эти вот все события, все вот эти митинги, все, что произошло у нас в Италии, вроде бы, ой, вроде бы, с 26 января должны убрать зеленый паспорт. За что продала, за что купила, за то и продаю. Прочитала в газете. Не хочу никого не настраивать ни на позитив, ни на негатив. Я же говорю, полные адвайты. Вот. Ну, будем ждать. Будем ждать развития событий. А что делать? Я сейчас кушаю свою кашку, еду на свою работу. Надеюсь, что мои повыздоравливают и выйдут на работу в конце-то концов. И никто больше болеть не будет. Ребята, чего и вам желаю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok